25 января вся страна отметила Татьянин день, он же день российского студенчества. Азбест не стал исключением. Большое праздничное мероприятие в этот день прошло в Центре культуры и досуга имени Горького. В актовом зале Центра культуры и досуга многолюдно. Здесь собрались студенты городских среднеспециальных образовательных учреждений, а также гости праздника. В рамках мероприятия самые успешные студенты были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Именно от вашей активной жизненной позиции, от вашего упорства, старания, энтузиазма зависит будущее нашего города Азбеста, зависит будущее Сырловской области и, наверное, всего государства. Я сегодня хочу сказать особые слова благодарности и поздравления всем учителям, всем наставникам, всем тем, кто, наверное, дает частичку себя для того, чтобы молодые люди выходили из стен учебных заведений настоящими профессионалами своего дела. Всех студентов я поздравляю с таким замечательным праздником. Желаю вам успехов, успехов в учебе, успехов во внеучебной деятельности. Всего вам самого доброго. Ну и, конечно же, пусть ваши все мечты сбываются с праздником. Череду поздравлений продолжил заместитель генерального директора по персоналу и социальному развитию комбината «Урал-Азбест» Валерий Викторович Юстус. Он поздравил всех с праздником, а особо отличившимся студентам по традиции вручил именные стипендии. Я от имени многотысячного коллектива поздравляю с таким замечательным праздником. И действительно, и Татьянин день, и день студента. Это праздники, я считаю, что это одни из самых веселых, ярких праздников. Потому что все мы прошли через студенчество. Поэтому, ребят, я вам желаю успешной учебы, повеселиться. Тем более, я понимаю, что большинство из вас после сести начинаются каникулы. Ну и не забывайте, что главная сегодня ваша работа – это успешно учиться. Потому что мы ждем вас на производство. Напомним, история праздника началась в 1755 году, когда императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета. Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. Студенческая жизнь для меня – это интересные пары. Очень нравится практика у нас в городской больнице. Трудноватая сессия, но мы ее сдаем на отлично. Это общение с друзьями, новые знакомства, проведенные какие-то мероприятия вместе. И помимо учебы я занимаюсь спортом. В заключение праздника по традиции выбирают лучшую Татьяну-студентку. В этом году ею стала учащаяся третьего курса медицинского колледжа Татьяна Грачева. В подарок от клуба «Татьян» девушка получила ювелирное украшение из золота, а также сладкий приз. Конечно, не ожидала, что выберут именно меня, что я очень счастлива, что выбрали меня. Это приятно очень. Конечно, я участвую в жизни колледжа и вообще думаю, что учеба тоже мне все хорошо с учебой. Как бы учусь на 4-5. Хотелось бы пожелать студентам удачи, чтобы они добивались всех своих поставленных целей, всего хорошего, чтобы у них все получалось в жизни. В свой праздник студенты не только принимали поздравления, но и сами дарили всем собравшимся подарки. Учащиеся подготовили несколько творческих номеров. Анастасия Самарина Владимировна, Денисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова